Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы «Новости» – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапы-регион. Студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. До Нового года в Краснодарском крае не должно остаться ни одного нелегального работника-иностранца. Такую задачу поставил губернатор Кубани Александр Ткачев. В первой в Анапе 55-е в крае открылась новая многоуровневая заправка национальной компании «Газпром». Карикатуры не бывают злыми. Это у людей бывает мало чувства юмора, уверены художники-карикатуристы. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. В режиме видеоселектора прошло очередное, ставшее традиционным повторником, краевое совещание, посвященное организации миграционного контроля на территории Кубани. Его провел министр гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края Борис Глебов. Подробности в сюжете. Борис Глебов отметил, с начала июня рабочие группы краевой администрации провели 63 проверки соблюдения миграционного законодательства в муниципальных образованиях Кубани. В целом по краю динамика положительна, но недостатков по-прежнему много. Необходимо на местах проверять условия проживания, питания трудовых мигрантов, которые должны обеспечивать их работодатели. Временное жилье не должно становиться рассадником инфекционных заболеваний. Особое внимание положению дел на рынках и местам, где осуществляется придорожная торговля. На территории Кавказского района, на территории Тбилинского района идет реализация этих арбузов придорожная. Стоят там палаты или вообще без палатов, трактор на тележке торговля. Откуда это все? Рядом вообще нет. Никаких, значит, опознавательных знаков, чего это, чай-то продукты, тоже нет. Заместитель министра гражданской обороны чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края Николай Малюк сообщил, За минувшую неделю на территории Кубани проверили 697 работодателей и более 4000 работников. Сотрудники полиции выявили более 500 нарушителей законодательства. Работники Федеральной миграционной службы составили 717 протоколов. В то же время главы территории не всегда владеют полной информацией о происходящем. Где-то не выявляют незаконных мигрантов или цифры слишком малы. По окончанию селекторного совещания глава НАПО Сергей Сергеев обратился к представителям ответственных служб. И суд, и прокуратура поддерживают, по большому счету. Все контролируют. И Роспотребнадзор совершенно правильно. Поэтому продолжаем эту работу и чистим Анапу от незаконных мигрантов. И результат будет. Он не за горами. По многим вопросам. И не надо скатываться до незаконных проявлений. О местах проживания незаконных трудовых мигрантов и строительных объектов, где массово применяется иностранная рабочая сила, для мер оперативного реагирования необходимо сообщать по телефону горячей линии миграционного контроля. 8 861 33 30 721 и в ночное время 02. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа. Регион. И к другим темам. Небывалый случай произошел на новой анапской автозаправке. Автомобили первых посетителей АЗС «Газпром» заправил сам директор предприятия. Какие еще сюрпризы подготовили организаторы праздника, расскажет Наталья Пухальская. Космическое представление от шоу-барабанщиц «Космо». Барабанная дробь. Вот так началась праздничная программа открытия первой в Анапе автозаправки от «Газпром». Наши АЗС всегда славились тем, что высокое качество, высокое качество топлива, высокое качество обслуживания, поэтому думаю, что в ближайшее время жители Анапы в полной мере прочувствуют все эти достоинства наших организаций. День хороший, солнечный, погода отличная, настроение замечательное. Спасибо всем людям, которые строили эту заправку. Спасибо тем, кто помогал, выбивал, добивался, участвовал в этом процессе. У всех, кто будет работать на этом комплексе, будет великолепная работа. Я видел в России множество заправок, самых разных подразумных брендов. И поверьте, это сделано по последнему условию техники. Это действительно безопасный, удобный и комфортный комплекс, как для посетителей, так и для вас, работников. Коллективу удачи, успешно работаю, высоких доходов, заправки процветают. Красная ленточка разрезана, оказалось, в «Газпроме» есть своя традиция подписывать «Красный лоскуток». На удачу. Александр Дудин открытие новой автозаправки в Анапе тоже считает удачей. Ждали все лето всем хутором красным, ждали, пока откроется. Удобно? Да, удобно. Я здесь живу в километре, мне и на работу ездить, и вообще отлично, что открылась заправка именно «Газпром». На территории заправочной станции круглосуточно работает кафе и магазин к услугам водителей, мойка автомобиля и пылесос. Дисконтные карты, полотенца, сувениры, подарки водителям. С собой на память о торжественном открытии заправки. Нематериальные сюрпризы, мойка стекол и фар автомобилей всех клиентов. В первый день. Самый яркий сюрприз для гостей – праздник в стиле «Газпром». По-русски широко, по-европейски качественно. И с кубанским гостеприимством. С песней звонкой вас включаем, у порога величаем. Хлеб да соль от нас примите. Гости дорогие, проходите! Такое случается только на открытии заправочной станции. Директор компании заливает топливо в автомобиле первых посетителей. Полный бак. От души. От предприятия «Газпром». Наталья Пухальская, Алексей Мухортов. Анапа. Регион. В Анапе в детском санатории ВИТО проходит первый международный форум суворовско-нахимовского актива «Служба Отечеству. Дружба без границ». Проект приурочен к 70-летию создания суворовских военных училищ. В рамках форума на территории санатория состоялось открытие памятника великому русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову. Наш корреспондент Алина Гумерова побывала на мероприятии. Кадец Санкт-Петербургского суворовского училища Александр Кравченко с детства мечтал стать суворовцем, пойти по стопам папы военного, но не ожидал, что попадет туда так рано с шестого класса. Это школа жизни, наверное. Ты познаешь, что такое дружба настоящая, что значит быть верным друг другу. Помимо Саши в республику Виталия приехали еще 230 лучших воспитанников суворовских и нахимовских училищ России и военных лицеев стран СНГ. На торжественной линейке открыли памятник генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову. Честь сбросить с памятника покрывало удостоился почетный гость генерал-полковник, первосуворовец, выпускник Минского суворовского училища Петр Чаус и юный кадет Алан Лебедев. Осветил памятник протоиерей отец Виталий, духовник кубанского кадетского братства, выпускник Киевского суворовского училища. После приветственных слов приглашенных гостей, право сказать слово от суворовцев получил Александр Кравченко. Сегодня здесь, в Вите, открывая памятник, мы поклянемся. Жизнь Отечеству, честь никому. Клянемся! 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 Новый памятник озарил праздничный салют. После торжественной церемонии открытия представителям учебных заведений вручили миниатюрные копии бюста. В программе форума для кадетов запланировано посещение воинской части, концерты, экскурсии, интересные встречи, круглые столы и другие мероприятия. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа. Регион. И к другим темам. В августе Анапа смеется в выставочном зале детской художественной школы. Традиционную ежегодную выставку карикатур «Смех Анапы» открыли гости с Урала, из города Снежинска. Выставку назвали также как «Клуб любителей юмора, карикатур и веселого афоризма» аббревиатурой «Клюква». Первый фестиваль прошел в 1985 году. Затем было множество выставок и фестивалей, на которых они удостоились более 800 наград. Свежие работы привез в Анапу создатель клуба и неизменный его руководитель, карикатурист и лауреат международных выставок Николай Чернышев. Лариса Басова побывала на открытии выставки нового сезона «Смеха». Педагог-карикатурист Николай Чернышев, еще будучи студентом Магнитогорского пединститута, стал лауреатом престижного в 80-е годы конкурса «Карикатур» на приз газеты «Комсомольская правда». И ему захотелось, чтобы люди чаще улыбались, а подрастающее поколение само умело пошутить. Так он создал клуб любителей юмора в родном городе. На этой выставке в основном работы его воспитанников и последователей. Я живу в этом мире, вот там, где любой предмет может открыть глазки, у него появятся ножки, там забегает вилка, ложка, например, сосиска. Это просто, знаете, ну не знаю, это какой-то мультфильм, который меня преследует из детства. Тут же в выставочном зале Анапской детской художественной школы мастер-карикатурист Николай Чернышев всем желающим сделал дружеские шаржи. Показатель здорового отношения к жизни и к юмору – это умение посмеяться прежде всего над самим собой. На открытии выставки скучать не пришлось, сам автор взял в руки гитару. Здравствуй, море, Кубань, здравствуй, лето, я мгновение этого ждал. Никогда не забудется это, кто не видел, тот все потерял. Выставка-карикатур клуба «Клюква» первая в череде выставок восьмого традиционного фестиваля «Смех Анапа». На этот фестиваль у нас надежда та, что в Анапе наконец-то начнется влечение детей в карикатуре. Мы приглашаем на свой фестиваль всех, кто желает участвовать. Обратить внимание руководителей детских творческих коллективов на то, что этот фестиваль дает детям возможность проявить себя с другой стороны, с интересной, вовлечь их в этот мир карикатуры. Николай Федорович Чернышев побывал в 25 странах, удостоен 40 призов международных конкурсов карикатур и юмора. Лариса Бас, Артем Зиборов, Анапа-регион. Экстренное предупреждение МЧС России по Краснодарскому краю. С 15 по 17 августа в Анапе ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Высока вероятность возникновения природных пожаров. Отдел гражданской обороны и защиты населения предупреждает неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, не разжигать костры на приусадебных участках вблизи лесных массивов. Категорически запрещено выжигать мусор и сухостой. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров. Салоны магазина изделий из камней самоцветов Тайны Медной горы и торгового центра «Алиса». Всегда удачный шоппинг в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса» Исполняет ваши желания. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайны Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин Тайны Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В четверг, 15 августа, в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 20, 8-30 градусов. Ночью до плюс 27. Ветер северный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 25 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Луна-парк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – 4 квартал 2013 года. Телефоны 48-333 и 48-300. Они стали легендой. Девятикратные чемпионы мира. Клуб танцевального спорта «Луна-парк». Стань одним из нас. Стань чемпионом.